Здравствуйте, друзья, с вами вновь Виталий, и сегодня у нас будет очень интересный билд на... На лазерах. Понимаете, мистер Торг, последние бросы вооружений, которые вы мне прислали, они все взрывались в ту же минуту, как только я брал их в руки. У меня остались мои руки, все хорошо, мистер Торг, можете не переживать. Но, понимаете, я думал, вы мягко намекаете мне, что вам не понравился последний билд на взрывах, и что наше сотрудничество прекращено. А тут на меня вышла Джейни Спрингс и принесла лазер, и я подумал, что... Баррелсов high-grade explosive inside a spaceship, sent hurling into a weapon that is a travesty to nature. О, ждем! Субтитры сделал DimaTorzok Я понял вас, мистер Торк, всё хорошо, мистер Торк, я понял. Вы пришлёте мне самое лучшее взрывное оружие, и мы покажем этому миру, что взрывы это круто. Я оправдаю ваше доверие. Спасибо вам, мистер Торк. Я рад, что вам понравился предыдущий билд на взрывах. И, собственно, друзья, сегодня у нас уже, как вы поняли, мистера Торка будет билд на взрывах. Это будет билд не очень обычный. И сейчас я сделаю два маленьких отступления. Первое отступление. Я в конце видео хочу взбесить часть людей. Нельзя никого не взбесить и не снять видео, собственно говоря. Ну, вы поняли. И второе. Я немножко изменю формат того, как я буду объяснять, что и куда. Потому что говорить, сколько я вкинул поинтов, в какую способность, ну, я не знаю. Это уже слишком круто даже для меня. Уже 2020 год. Надо меняться чуть-чуть. Собственно, класс у нас, друзья, элементалист. Класс это достаточно сильный, но со своими спецификами. В частности, первая специфика элементалиста. Элементалист очень любит играть от восстановления здоровья. Восстановление здоровья для него это очень сильный элемент выживания. Поэтому у нас есть огонь возмездия. Он берется так до капа. За счет плюс способностей будет кап у нас. И будет хорошо все. И это бустит нам очень сильно выживаемость. В шамане мы тоже берем способность, которая будет давать нам плюс здоровья в секунду. То есть, это для нас, по сути, один из краеугольных камней нашего выживания. Далее. Ярость Ульзуина. Ее очень круто изменили. То есть, тут просто изменили все, что можно было. Убрали шанс срабатывания. Добавили ответный урон. Добавили снижение урона по персонажу. Опрокидывание. Ну и плюс еще 15% превращается в здоровье. То есть, ярость Ульзуина наносит урон. И 15% от нанесенного ей урона превращается в здоровье персонажа. Ну, это прям царский баф. И теперь команду просто улыбаются и машут вам саперной лопаткой. Слышь, обеи команду. Далее. Закалка и прикосновение огня. Или касание огня. Ну ладно, не суть важна. Это просто полезный баф, который дает нам статы, которые мы хотим видеть на персонаже. Это навык атаки. Это плоский урон. Это урон огнем бафается плоский. Опять же, это защита. Это общий ответный урон. То есть, все, что мы хотим видеть на своем персонаже. Взрывной щит. Ну, объясняется, чем бьется взрывной щит. Одна из сильнейших способностей для выживания, которая дает плоское поглощение. Которая имеет достаточно гуманные статы. Хотя уже 60% здоровья и ниже. Ну, раньше было 70. Или 75 даже. Ну, в общем, нерфи того, как могут. Хотя бы остановились на этом. Потому что дальше будет уже страшно. Наши основные атакующие способности. Это кластерная бомба. 5-3-1. Опять же, все посчитано. Будет 7-9 осколков. И будет 1,1 метров радиус поражения. Осколка. Кластерка берется, чтобы максимизировать площадь поражения, когда мы защищаем белых монстриков. Но, опять же, и большим злым мобам тоже приходится пострадать от кластерки. Потому что урон по огромной площади. Плюс у нас еще будет к ней добавляться ответный урон. Далее. Наша вишенка на торте безобразия. Это гренада. Или граната. Что с гранатой не так? Да проще сказать, что с ней так. Ее немножечко подкрутили. И теперь сокрушающий взрыв просто наносит какой-то царский урон. 24 обратного урона. Или ответного урона. Или урона возмездия. Называйте его как хотите. Я буду говорить, скорее всего, обратка. Потому что привык уже так. Обратка. 55% критического урона к способности. Это дофига. Это прям хорошо. Если граната кританет, то пол лица у противника отвалится как минимум. Ну и больше про них что сказать. Чтобы заполировать успех кластерной бомбы и гранаты, мы берем избранного Ульзуина. Потому что это урон. Это шанс обнулить время восстановления. И это снижение затрат энергии. Монопул у нас маленький. Поэтому нам необходимо снижать затраты энергии. Всеми правдами и неправдами. Чтобы не стоять и не думать, а где взять ману. Ну и последнее, что вот в билдах на ответный урон достаточно душно и тяжело собирается. Это резисторезы. Резисторезы собрать очень непросто. Поэтому берем обязательно термитную мину. Это резисторез второго порядка. Он нам очень важен. Ну и в принципе здесь все. Хочется взять флешку, но куда ее заталкивать в ротацию, это раз. Второе, откуда вытаскивать поинты, это два. Мы и так хотим докачать закалку. Мы хотим докачать касание огня. Чтобы больше статов было. Мы хотим вложиться еще бы в огонь возмездия. Да там, знаете, появляется лишний поинт. Мы хотим в него вложиться. То есть, бонусов каких-то у нас особых, чтобы было здесь, допустим, 1 плюс 4, 5 и здесь так же, у нас такого нет, к сожалению. Поэтому, ну, приходится игнорировать талант, к сожалению. Коктейль, после изменения большой мощности, коктейль вообще стал очень таким самостоятельным, скажем так. Вы не можете взять коктейль как затычку. Вам нужно качать обязательно и сам коктейль, чтобы снизить навык атаки противника. И качать демонический огонь, чтобы снизить урон от противников по вашей тушке. Так что, коктейль не берется по этой причине. Ну, миномет вообще здесь будет смотреться как какой-то непонятный довесок, поэтому миномет идет в другой билд. Шаман. В шамане мы качаемся до 40-го тира. Ульту хочется взять, но не можется. Потому что без нее можно, в принципе, играть, а с ней придется очень многим пожертвовать. В шамане у нас, в принципе, только резисторез. Это дьявольский ветер 1-11-1. Почему нужен дьявольский ветер? Опять же, резисторезы билдам на ответном уроне очень тяжело собирать. Поэтому приходится брать их там, где можешь. Можешь зацепиться за резисторез, ты его хватаешь. Опять же, будут бонусы и будет все плюс-минус хорошо. Ну, и сами ветерки, они удобные. Они сами идут к врагу и тебе не приходится там выгадывать, чтобы враг наступил ветером. То есть, можно синергировать мины и ветерок. В одном месте мы кидаем мины под ноги противнику. Тут же вызываем ветерок. Противник стоит, получает минус 60% к сопротивлению. И мы ему гранату скидыш. Ну, и там как повезет. Далее. Наш костыль. Это дикость. 1-12-1. Почему это костыль? Потому что какого-то хорошего урона мы с этого не получим. Но мы с этого получаем навык атаки, которого нам катастрофически не хватает. Ну, и в принципе все. Поэтому и костыль. Восстановление здоровья, ну, это оно не особо роляет, к сожалению. Тут больше роляет именно обряд Магдрагена, прокаченный. 11-8-10. Именно взаимодействие обряда и огня возмездия, оно дает нам вот наше колоссальное восстановление здоровья. Которое мы прям радуемся и смотрим на него с умилением. Опять же, тут есть очень интересный момент с дубовой кожей. Почему его обязательно надо брать на 12. На 12. На 10. Потому что тут 100% общего ответного урона. То есть показатель, который нам жизненно важен. Вообще очень круто усилили ряд способностей таких пассивных. Если раньше Барскин, она вообще была, ну, такой очень средней, очень спорной. То сейчас здесь и сопротивление броню. И броня, и навык защиты, и сопротивление эфиру. И только за эти четыре показателя эту способность можно брать вообще практически в любом билде с шаманом. Дикое сердце. Будет десяточка здесь. То есть все посчитано, друзья. Будет десяточка, будет максимальный приост по процентному здоровью. Так, ну и все в принципе. Еще вот момент, который хочется подумать и проговорить, это цепкие лозы. Их можно теоретически интегрировать в билд. Можно. Почему? Потому что у нас есть гневные лозы. Это ответный урон добавляется к атаке. То есть мы кладем лужу, которая замедляет вражеские атаки. И которая имеет шанс обездвижить противника. Еще которая наносит процент от нашего ответного урона. Это круто. Но где взять поинты? Если их и взять, то у нас уже две или три способности, куда мы хотим их вложить, чтобы усилиться максимально. То есть в лозы можно, но где взять поинты? Далее. Тотемы мы не берем, поскольку живем мы долго и счастливо благодаря восстановлению здоровья. Поэтому тотем виндиго нам не нужен. Хотя мы в принципе стоим практически в упор к противникам и можем побычить даже. Тотем молнии надо просто очень много собирать на электричество. Процентного урона. Как процентного? Бонусов в общем на электричество надо собирать. Поэтому тотем молнии здесь не идет вообще никуда. Ну и в принципе все. Давайте посмотрим на небо, друзья мои. Что у нас по небу? Идем сразу же вниз. Здесь потому что наше первое ключевое созвездие. Гириан страш небесных врат. Чем хорош Гириан? Он хорош с взглядом Гириана. Во-первых, очень гуманное условие активации. Шанс при получении урона 30%. 2 секунды перезарядка. 10 метров. Дальность. Урон оружием. Ответный урон. Стихийка. Шанс замешательства на 1 секунду 100%. Ну, это царское созвездие. Оно дает билду на ответном уроне то, чего ему периодически не хватает. Урон по площади. И поэтому Гириана стоит брать. Единственное, что вам придется пожертвовать одной звездочкой в Гириане. Которая дает 60 от общего ответного урона. Но она пойдет немножко в другое. Далее. Здесь же мы бьем Громилу. Поскольку у нас восстановление здоровья. Без Громилы все будет очень грустно. Громила здесь обязателен. Перо. Ястреб как проходные. Чтобы набрать жуть. Потому что жуть у нас нужна и на Гириана, и на Гиганта. В разных количествах. Идем наверх. Здесь у нас Лёва. Чтобы набрать порядок. Единичка в перекрестке остается. Чтобы опять же для порядку. Гончая. Пантера. Мрачный страж. Чтобы открыть доступ к нашему замечательному Древу Жизни. Древо Жизни бьется на 4. Без веточек. Потому что не хватает. Ну, Древо Жизни, опять же, я думаю, вы понимаете, что жить хочется очень сильно. Там ящер как проходной, опять же, для Притечи. Призрак. Притечи. И очень приятное, в принципе, созвездие. Которое открывает нам доступ отчасти к Вестнику Войны. У нас там еще что-то дает. Да, у нас еще Перо дает 3. Ну, Призрака мы берем, потому что Притечи. Очень хорошо Притечи дает. И берем Вестника Войны. Мы играем от ответного урона, от обратки. Поэтому Вестник Войны нам очень приятно ложится. Тут условия чуть похуже, чем у Гириана. И с Вестником Войны приходится, ну, немножечко аккуратнее играть. Немножечко в толпу заходить. Но все равно Прог здесь очень приятный. Опять же, урон огнем. И сопротивление замедлению на 8 секунд. То есть, у нас замедлить будет сложно. Это важно. И на задачу, так сказать, мы берем 4 пункта в обелиске Менгира. Почему Менгир? Кто-то уже кричит и топает ножкой, требует взять Корону Равана, резисторе с первого порядка. Да, можно подумать над этим моментом. Но есть два маленьких но. Первое но. Нам нужна выживаемость. Потому что у нас билд на ответном уроне. И мы хотим как можно больше выживаемости. Потому что мы не боимся выйти вперед и потанковать лицом. У нас лицо крепкое. Чем шире наши морды, тем плотнее наши ряды, как говорил один великий персонаж из Варкрафта 3. И, собственно, поэтому обелиск, он хорош. Он здесь очень хорош. Опять же, вы можете играть на тоненького. Никто вам не запрещает играть на тоненького и вкинуть 3 звездочки в Корону. И здесь добрать Гириана. Никто этого не запретит вам. Я этого вам не могу запретить. Потому что, ну, то я такой. Но по тестам, по тестам, которые проводил Олег, нужно брать обелиск Менгира. Собственно, прежде чем мы перейдем к вещам, я должен сказать огромное спасибо человеку, который, во-первых, не дал мне свернуть с пути взрывов. Это был не Мистер Торк. Мистер Торк только финансирует все это мероприятие. Даруя нам свою торговую марку. Мы по франшизе работаем. Это Олег, который мне помогает уже очень давно. Который помог мне советом из-за трещины не бросать это чудовище. Потому что элементалисты на взрывах я собирал и раньше. Но не было всех этих фиксов. И билд был очень посредственным. Сейчас это прям вау. Оно работает. Собственно, мы сидели вдвоем, колдовали в гримтуле. Собирали это все. Потом Олег, святой человек, сделал тесты. Потому что тесты отбирают очень много времени. И поэтому я периодически геймплей тестов вообще не записываю, не делаю. Потому что это ужасно. Огромное спасибо Олегу, ребят. Давайте скажем. Я еще, если не забуду, оставлю кое-какую ссылочку. Хотя он по гриму очень давно билдов не делал. Я, возможно, найду его билд на команду, оставлю ссылку. Самое что смешное, его билд на команду, он до сих пор актуален. Собирал его Олег, по-моему, год назад. То есть, насколько вот мета в ряде случаев она статична. И насколько топовые билды не нерфятся. И насколько изменяются всякие такие вот трэш и угар билды, как я вот люблю собирать. Тут к вопросу о метагейме в гриме. Теперь, друзья мои, просто там. 70 в пузямбу. Потому что мы носим тяжелую броню. Надо больше телосложения. Искусность 36. Потому что мы использовать пистолет будем, как вы видите. Хочется все-таки не сильно рвать себе одно место. И 0 в дух. Потому что у нас бежу мы закроем. У нас есть маленькая хитрость. Только буря, которая дает 80 духа. И как бы смысл пыхтеть. Смысла пыхтеть нет. По вещам. По вещам. Сразу же скажу. Билд очень требователен к вещам. Вы можете в гримтуле поставить галочку. Показывать минимальные и максимальные проки на вещах. И вот вам придется эти максимальные проки ловить всеми правдами и неправдами. Тут половина вещей моих. Половина вещей Олега. Потому что он сидел просто и высчитывал это все калькулейтед. То есть то, что вы видите по ряду показателей, это максимальный прок, который допустим в игре. У нас идет два кусочка из щита рассвета. Это пузико и перчатки. Здесь у нас максимальные роллы на физрезист. Почему нужны максимальные роллы? Да, все очень просто. Нам очень важно каждый этот процентик физрезиста собирать. Потому что мы все-таки идем вперед. Мы такой фронтлейнер. Мы торгуем лицом активно. И нам все сопротивления нужно подтягивать всеми правдами и неправдами. Такая вот ситуация. Далее. Реликвия. Ну здесь, пожалуй, безальтернативно. Это Око Бури. Она слишком много дает. И ответку молний, и дух, и аура прекраснейшая. И бонус завершения можно поймать неплохой на этой способности. Поэтому способности на этой реликвии. Поэтому берем. И как только мы одели ее, у нас сразу же 400 духа. И вся бижутерия у нас становится доступной. Так бы нам пришлось тратить очки характеристик на дух. Собственно, второй сет, который мы берем, это Преследующий Тьму. Это Амулет и Плечики. Опять же, чем он важен? Тем, что он дает профильные статы. Во-первых. Во-вторых, он дает ответку. И мы опять же, мы хотим максимально много собрать ответного урона. И молнии, которая наша основной является. И общий ответный, чтобы был баф на ответку. Почему мы не берем здесь еще и щит с этого комплекта и шлем с щита рассветом? Потому что у нас есть более интересные альтернативы, которые дают гораздо больше. Конечно, кто-то скажет, ну как это 10% физрезиста и 220 общего ответного. Но щит этот дает, там, Аплод Пронзенных Небес, гораздо более интересные моменты. Он дает плюс 1 к мастере. Это круто. 160 навыков защиты. Это круто. 9 физрезиста. Это офигеть как много. От 1 до 2 тысяч. Ответки молнии. Прямо, это сочно. Опять же, немножко плоского урона молнии, который никто не отменял. Для нашей дикости. И все. То есть, щит менять на Аплод из Преследующего Тьму, Преследующего. Немножко надо пококтавить. То есть, это, я не знаю, мне кажется, это бессмысленно. Опять же, там немножечко другие бонусы к умениям. И плюс 1, плюс 1, на мой вкус, гораздо приятней для щита, чем то, чтобы мы получали. Далее, раз уж пришла такая пьянка, оружие. Используем, ведь мы будем пистолет, мифический проводник пылающего мщения. Пистолет чем интересен? Тем, что он, во-первых, усиливает здорово наш обряд Магдрагена. Плюс урон молнии. Причем тут цифры прям такие хорошие. От 200 до 1400 ответного урона молнии к обряду Магдрагена. Это много. 200 изначальное значение, это много. Далее, 18% ответного урона к гранате. Это тоже хорошо. У нас граната просто будет бабахать. Далее. Далее у нас что? Шапочка. Маска инфернальной правды. Ну, все мифическое понятно. Чем она хороша? Она усиливает нашу кластерку. Добавляя ответный урон. Она дает нам плюс 1 к подрывнику. Плюсы к гранате кластерки. И дарованный навык пламенное дыхание. Очень приятная способность, если нам нужно пыхнуть очень хорошо в одну цель. Потому что 42 ответного урона, это приятно, это хорошо. А если вы играете еще от огня, то маска инфернальной правды это просто это жесть. Она потому что поджигает цель, вы видите насколько. Если вы будете разгонять горение, то вы так дыхнете один раз и противника плавится. Далее. По ноже. Мифические по ноже отшельника. Вот эти штаны нам подсказал СКС, потому что мы про них даже и думать забыли. Но штаны в этот билд, они прям идеальны. Лучше, чем бриджи штормовой тюрьмы, если я не ошибаюсь. Намного лучше, потому что они дают приятные статы. Они дают ответку. Они дают плюс к умениям нужны. Поэтому берем их. Пояс. Мифические штормовые цепи. Очень хороший пояс для этого билда. Лучше просто вы вряд ли найдете. Тут все есть, что нам надо, опять же. По статам вы видите. Молния. Навык атаки. Здоровье. Все, что хочу. Ботинки. Вот тут мы спорили до хрипоты. Я предлагал боты штормового титана. Но сошлись мы на грозоносцах. Потому что они дают плюс-минус статы приятные. Опять же, то, что нам не хватает, они дают. Это физрезист. Но пользу грозоносцев говорил и прок. Грозовое поле. Боты штормового титана в их пользу говорило то, что они дают сопротивление оглушению. И вот от этого я и сходил то, что с оглушением все у нас грустно будет. По остаткам бижутерии. Судьбоносные знаки. Кулак возмездия берем. Он очень статовый. И он очень приятный здесь. Почему мы не берем ладой милосердия? Да потому что это кольцо, оно по сути занимает слот. Дает очень мало нужных нам статов. Прям нереально мало. Это такой, знаете, якорь. Ну и бонус за два комплекта. Два комплекта. Он слишком маленький. Для того, чтобы просто брать этот якорь в свою экипировку. Поэтому приходится разбивать сет. Приходится вот так вот брать. И на место кольца мы берем зеленое колечко Голуса. Вот такое вот у нас веселенькое зелененькое колечко Голуса. Оно очень хорошо. Я ничего не могу сказать в свое оправдание. Единственное, что можно сказать, потому что сейчас зеленку плюс-минус стало приятнее формить. И выбить такое кольцо вполне себе реально. Раньше только покупать, либо рисовать было его. Но вот у нас получилось его выбить. Причем падают же они не только с самого Голуса, но и в тех же шардах, и в том же Горниле. То есть можно фармить Голуса, можно не фармить Голуса. По альтернативам кольцу давайте сразу скажу. Если вы принципиально хотите стандартную сборку, Аблетироксис можно сюда взять. В принципе идеально заходит. Аколыш цветения жизни тоже хорошо сюда заходит. И если вы все-таки решились отыграть от цепки хвост, то вам необходимо кольцо шипастого зверя. Просто необходимо. Без него просто будет грустно. Берете его. В принципе, вот это три альтернативы кольца. По медальке сюда идет у нас мифическая награда серенара. Можно ее заменять, что она дает нам приятного. Ответный урон общий и сопротивление. Ну и навык защиты, конечно же. Мистическое высвобождение, оно у нас будет работать через пень-колоду, потому что блока у нас мало. Икровенно говоря, поэтому, ну, такое. Прокнет, хорошо, не прокнет, ну, плохо. Можно ее менять на вот эту вот штучку, на бляху кимона. Чем кимоновская бляха хороша? Во-первых, это зеленая медаль, которая дает нам возможность закрыть кучу сопротивлений, не напрягаясь вообще. Это круто. Во-вторых, это очень интересный модификатор для гранаты. Минус 0,5 перезарядка, 15% крит урона к умению граната. Это много. То есть, считайте, у вас уже 60. У вас урон гранатой таргетно увеличен на 70% критически. То есть, если граната кританет, это будет хороший взрыв, я вам скажу. Поэтому, если вы допускаете использование двух и более зеленых вещей в билде, то можете ее смело брать сюда. Так, ну, по сопротивлениям у нас единственная просадка это оглушение. Если мы не бьем бляху кимона, ну, приходится с этим мириться. Давайте включим бафы наши. Вот мы включили бафы. Теперь вы видите, что у нас все плюс-минус. Проблема у нас с хаосом, с сопротивлением хаосу и с оглушением. Почему я говорю проблемы? Потому что сверх лимита очень мало. Хочется больше. Проблема с резисторезами в том, что когда враги на вас их накладывают, то вам нужно иметь как минимум там сверху не просто там 50, а хочется там больше 60-70 сверху, чтобы вас не пробивали сильно. Когда на меня настакивают резисторезы, у меня к эфиру сопротивление где-то до 20 падает. То есть, это вообще-то не смешно на самом деле. Единственное, чем я пробить нельзя, это молния. Молния меня будет очень сложно пробить. Это на почти 200% резистореза. Ну, так вот работает игра наша замечательная. Ну, вы видите, навыка защиты 3-100. Шанс попасть под крит у нас минимальный. Чтобы по нам критануть, это надо постараться. Навыка атаки, конечно, не хватает. Но все же. По броне у нас все хорошо, друзья мои. Мы собираемся максимально в плотность. У нас 100% поглощения мы докручиваем компонентами. И у нас общее значение 3-400 брони. Конечно, это не 5000, но мы кастер. Нам можно, мы кастер. Давайте, самое интригующее. Третий отклад. Вот все усилия, все пыхтение свелось к 32-м. Сопротивлению физурона. 32%. Видел я билды на сотню. Ну, ладно. Не сотню, там где-то 70 или 60. Сопротивление физурону. Ну, как бы, у нас кастер, ребят. Мы маг. Так что нам можно, нам можно столько иметь. Далее. Физика. Огонь. Молния. Вот с молнией, что надо еще дополнительно сказать. Молния это самая коварная вещь, которая есть в игре. Потому что у молнии крайне нестабильный урон. То есть, вы видите, что тут от 22 тысяч до 160 тысяч разброс идет. То есть, как повезет. Повезет, бабахнет как надо. Не повезет, вы будете с грустью смотреть, что бабахнуло не как надо. Поэтому, ну, как-то так, скажем так. Немножечко у нас горение и все, в принципе, в этой вкладке. Больше у нас ничего нет. Не говорите мне, что тут не хватает сопротивлений по замедлу и прочей фигне. Да, не хватает, но откуда их взять? Менять все компоненты, ну, как-то такое. Мы и постоять можем на месте. Единственное, что нас душит, это окаменение. Вообще, асинхронные механики в игре, это то, за что я просто ненавижу грим. Просто это ужасно. Там, конечно, есть пара способностей с окаменением у игрока. Но их, по-моему, две или три. И они в набожности отчасти сокрыты. Так что, ну, такое себе. По второй вкладке. Что здесь приятно? Критический урон. Представляем, сколько наша граната шарахнет, если она кританет. Шарахнет она знатно, ребят. Восстановление здоровья тысяча. В пиках будет порядка двух-трех тысяч. Или четыре даже тысячи. Я вот не помню, сколько по пикам там, когда все срабатывает. Громила, дерево. Когда все это прокнет, там много будет, в общем. По энергии немножко грустно. 45 всего лишь. Ну, приходится терпеть. Сжав зубки. Плюс два подрывник, плюс два шаман. Хорошо. Ну, здесь как бы цифры смешные. Поэтому смотреть на них особо-то и не вижу смысла. Потому что мы их не собирали. Плоский урон. Он есть, но роль он не роляет, скажем так. Так, ну давайте я немножко побеснусь, постреляю, побабахаю. Что надо сразу же сказать, друзья мои. Во-первых, это билд на ответном уроне. Это кастер на ответном уроне. Чтобы вы понимали всю трагикомедию. То есть, это реально. Это проказ билд на ответном уроне. То есть, мы можем пойти в ближний бой. Нам не страшно пойти в ближний бой. Почему? Потому что, как только враги нас атакуют в ближнем бою, они получают урон возмездием. А урон возмездием, это больно достаточно. Особенно то, что он у нас разогнан. Опять же, мы можем доставать вражин на дистанции. Нам не обязательно вламываться в толпу с криками Лерой Дженкинс. Мы можем просто закидать противников нашими взрыв-пакетами. И показать им, что взрывы это круто. Собственно, синергия наших резисторезов позволяет нам очень удобно и удачно комбинировать. Особенно, если вам нужно лопнуть какого-нибудь босса условного, вы можете просто постоять, побычить. Вы кидаете мины, вы ставите ветерки, и у вас противник стоит на ветерках и минах, и получается процентное увеличение урона от резисторезов. Собственно, вы видите, как быстро лопаются элитки, потому что я могу позволить себе стоять на месте, могу позволить себе такую роскошь, и я могу позволить себе настакивать резисторезы на противниках. Неидеальный ролл. Собственно, что еще хочется сказать по игре этим классам? Во-первых, вам всегда стоит следить за тем, сколько у вас маны. То есть не стоит увлекаться тем, что вы раскидываете свои способности, не глядя что, куда летит, почему это. То есть просто бежите, вокруг вас раздаются взрывы. Нет. Вы должны четко понимать, что у вас манопул очень маленький, и прежде чем начать раскидываться способностями, вы должны оценить вообще, что вы хотите сделать, и сколько урона хватит на эту пачку. Кому-то хватит просто мин под ноги и одного ветерка, и просто кластер. Противники взорвутся. С боссом надо выбирать позицию, чтобы он стоял на минах, чтобы мины давали постоянное КПД, и опять же ветерки. Ну, это в принципе все приходит с практикой, это наигрывается. Вам важно запомнить одну простую вещь. Противник для получения максимального урона должен стоять на минах, его должен продувать ветерок, и в довершение ко всему этому безобразию, вы еще должны стоять рядом, чтобы он прокал еще ответный урон с вас. Так. Ну, в принципе, по ротациям у меня, я думаю, ребят, все. Больше ничего такого интересного я вам не скажу. Ну, по специфике гранаты, по ее механике, ну, могу сказать, я уже, в принципе, рассказывал про эту особенность. Граната очень неудобное умение. Во-первых, ее могут сбить, пока она летит. Пока она летит, ее сбивают легко любым проджектайлом. Далее. Граната наносит урон, либо когда она влетает в противника вашего, то есть, когда она врезается в него, она взрывается, либо когда она падает на землю, и у нее задержка перед взрывом где-то 1-2 секунды. То есть, вы можете заметить, что вот вы кидаете гранату на землю, она падает, и задержка взрыва идет где-то 1-2 секунды. Если вы не просчитали, не учли ее, когда вы кидали гранату, то вполне возможно, что у вас все улетит в молоко. Опять же, проблема, очень малый радиус поражения у граната. 3,5 метра, это смешно на самом деле. Это как раньше у коктейля было. Сейчас коктейлю сделали такую огромную лужу, что, блин, я не знаю, почти все с коктейлями играют, честно вам скажу. Очень крутая способность стала. Если гранаты, конечно, поднимут радиус поражения, то граната просто будет вообще солировать, потому что это будет очень круто. Хотя бы до 5 метров, и все. То есть, там можно будет взорвать этот мир. Просто-напросто. Надеюсь, мне призывы к терроризму не пришьют за такие слова. Хотя мы говорим о компьютерной игре. Хотя мы говорим о современном мире, который сошел с ума окончательно и бесповоротно. Собственно, чего мы не любим и чего мы боимся? А боимся мы много чего. Боимся мы кучи модификаторов, которые встречаются нам в шардах и в гарниле. Да, билд закрывает 170-ю волну. Да, билд проходит 65-й шар. Но есть порядка 5 модификаторов. Если 2 из них вам попались, то лучше не рыпаться и не лезть. Если вам попалось больше 2-х, то вам остается только превозмогать, как гребаной гвардии смерти. Больше вам ничего не остается. Какие модификаторы мы ненавидим? Естественно, это снижение общего ответного урона. Мы его ненавидим. Второй модификатор. Это снижение восстановления здоровья у игрока. Мы тоже его ненавидим. Когда нам снижают пул здоровья и снижают восстановление здоровья. Мы ненавидим модификатора, который дает плюс процентное здоровье монстрам. Это для нас ужасно. Мы ненавидим модификатор, который дает монстрам восстановление здоровья. Который дает им вампиризм. Опять же, мы очень не любим усиление стихийных сопротивлений у монстров. Поскольку резисторезов у нас не так много. Можно влететь очень серьезно на самом-то деле. То есть, если у вас прокнуло все и сразу, то проще закрыть хотя бы текущий шарт и просто уходить, гордо подняв хвост. Потому что иначе это просто будет не игра, а пытка. Ну, как и все билды, в принципе, на ответном уроне мы страдаем от того же, от чего и все. То есть, тут ничего такого сверхъестественного у нас нет. Что еще мы не любим? Мы очень не любим восстановление здоровья у монстров. А именно процентные хилы, которые достаточно широко представлены в игре и которые до сих пор сломаны. Которые все пытаются починить и никак не починят. Вот по последним тестам Олег мне говорил, что сейчас сломали Мермидонов Черного Легиона. У них какое-то невменяемое сопротивление к молнии у этих гадов. И у них просто какие-то невменяемые цифры по хилу. Сбивать каст нам особо нечем, к сожалению. Поэтому нам приходится кидать гранату под ноги и надеяться, что противник упадет. А у гранаты есть такая опция опрокинуть противника на 1,5 или 3 секунды. То есть мы можем уронить противника, но это как повезет, скажем так. Поэтому тут такое. Сидишь такой, смотришь, понимаешь, что ну ладно. Надо подумать над этим вопросом. Прикольная, прикольная штучка. Только был бы он одноручный, цены по-моему не было. Двуручный уже как-то хочется побольше. Собственно, что еще мы любим, не любим. Весь контент мы в принципе проходим. Всех боссов мы в принципе убиваем. Дольше всего мы мучаемся с Марганетом, потому что там 90% сопротивления молнии. И сбить ему резисторезом хотя бы до отрицательной величины у нас не получается. То есть у нас получается там где-то оставить ему 30-40% сопротивления молнии и это ковырять очень долго и нудно. Но мы его убиваем, поскольку мы достаточно плотные по здоровью, по броне и по сопротивлениям. То есть Марганет нас не шотает. Не получается у него. Так. В принципе, что еще сказать такого надо? Ну как это работает, вроде бы объяснил, вроде бы все понятно должно быть. По крайней мере, мне понятно, как это работает. Не знаю, как вам. Главное, чтобы я понимал, что я делаю. Остальное уже дело десятое. Немножко включаем хамство и ЧСВ. Собственно, ну я думаю, вы сейчас будете наслаждаться футажами, записанными Олегом, когда он покоряет 170-ю волну и 65-й шард в Гарниле. Выше там 60-го, 70-го шарда смысла идти особого-то нету в Гарниле и в шардах. Потому что там, во-первых, ни черта не балансится, во-вторых, модификаторы, они как-то вам просто, извините, они просто вам ломают геймплей, ломают вам ощущения от игры и вы сидите просто сжав зубы и терпите это безобразие. Ну, я считаю, это не очень правильно и не очень приятно, когда игра заставляет тебя сидеть и страдать фигней. Чисто из-за ограничений в плане механики или того, что что-то не сбалансировано. Когда игра заставляет тебя страдать, она должна делать это правильно. И не у каждой игры это получается. Такс. Ну, в принципе, в принципе, я думаю, на этом закончим. Если у вас остались какие-то вопросы, добро пожаловать в комментарии. Что еще такого могу вам интересного сказать? Да, в принципе, ничего. Я вот смотрю на этот алтар, он мне нравится. А, еще важный момент. Вот смотрите, видите деревца? У гранаты очень интересная физика поведения. То есть, смотрите, мы пытаемся сейчас ее перекинуть через деревце. Давайте даже вот так вот сделаем. Вот, вы видите, деревце, да? Вот, и мы кидаем гранату, и она не перелетает через деревце. То есть, она взрывается, чтобы вы понимали. То есть, тут у нас, как бы вы видите, что отметина на земле, не, она взрывается на деревце. И если вот вы так кинете гранату, и там будет монстр, если он будет стоять вот здесь вот даже, где курсор, вы просто, он не получит урона, потому что он получит урон, если он будет стоять вот так вот, вплотную к дереву. То есть, вот это вот важное ограничение в физической модели поведения, умения, ее надо учитывать. То есть, любой там заборчик, еще какая-нибудь фигня, и все, ваша граната имеет все шансы через этот заборчик волшебный не перелететь. То есть, в этом плане у нее достаточно интересная способность. Ну, собственно, я думаю, на этом все, потому что я из будущего уже тихо сидит меня и ненавидит из прошлого. Почему столько болтал, зачем столько трепался и вообще мне все это обрабатывать и чистить звук. Собственно, я даже не знаю, что там топовые блогеры говорят. Я ж не топовый блогер. У меня тут недавно откровение явилось от одного из комментаторов с Ютуба великих. То, что я зануда великий. Держу марку, так сказать. Давайте вот этот пак мы сейчас зачистим просто-напросто. И я уже буду заканчивать, друзья мои. Вы сейчас будете наслаждаться футажами Олега. Музыки, скорее всего, ребят, не будет, потому что я и так использовал достаточно чужого контента в ролике. Я не знаю, насколько жадная и безумная корпорация Gearbox и насколько мне за это предъявят. Мне нравится этот суффикс пинка. Это шикарно, ребят. Потому что некоторые компании, та же Nintendo, просто не дай бог вы используете футажик с Super Mario, вам там копирайт клейм моментально прилетает. Так же и с Capcom. Использовать материалы из игр Capcom себе дороже. Честно вам скажу, просто такие вот... Ну так это работает. Тебе просто кидают копирайт клейм, если ты используешь материалы Capcom. Грустно? Грустно. Тупо? Тупо. Ладушки, ладушки. Собственно, последний момент, который я хочу вам сказать. Почему так редко выходят видео с билдами? Да потому что, чтобы собрать даже вот этот билд вдвоем, мы вдвоем сидели, работали над билдом, нам потребовалось около недели. Со всеми тестами, со сборкой, с прикидками мы сидели неделю, билд собирали. Опять же, это билд нестандартный. Надеюсь, все это понимают прекрасно, что билд нестандартный. И если вы собираете нестандартный билд, то вам приходится попыхтеть х2. Потому что надо подбирать вещи и тому подобное. А я не хочу собирать ничего стандартного. И остается либо сидеть и таскать идеи с ЕУ форума просто-напросто, либо делать разборы чужих билдов, что по-моему, ну, как бы, можно это сделать, но смысл? Если там все выверено, грубо говоря, с логарифмической линейкой в ряде случаев и разбирать там особо нечего. Почему этот билд топовый? Да потому что способность сильная, блин, и все. Потому что физрезист многих немезит и боссов, он равняется нулю. И вы просто-напросто все сбивание физики, весь резисторец к физике, который вы соберете, он будет давать вам процентный бонус к урон, как бы. Ну, привет. Игра так работает, я с этим ничего не сделаю. Так что... А хочется чего-нибудь такого. Хочется explosions. Ну и, собственно, я пытаюсь дать вам этот explosions. Благо, у меня есть генеральный спонсор, это мистер торг, это франшиза торга. И мы можем действовать под его франшизой. Собственно, давайте уже заканчивать, потому что уже говорить нечем, и я начинаю уже потихоньку вести стрим, а это всего лишь видео. Знаете, четырехчасовое видео с билдом, это как бы будет это будет интересно, но просто-напросто я из будущего просто себя возненавидит, потому что обрабатывать все это приходится мне. Ну и монтировать тоже. Ну ладно, хватит ныть. Это уже минута ворчания прошла, уже все, все допустимые нормы я выдержал, все традиции соблюдены. Минутка ворчания, бухтение, билд. Именно в таком порядке. В общем, ребят, пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...